21 мая 1906 года. Скачущая лягушка. Моя литературная карьера началась в январе 1867 года. Я приехал из Сан-Франциско в Нью-Йорк в январе. И вскоре Чарльз Уэбб, которого я знал в Сан-Франциско репортером Бюллетеня, а потом издателем Калифорниен, предложил мне издать сборник рассказов. Я еще не пользовался такой известностью, чтобы стоило издавать сборник. Однако пришел в восторг и настолько пленился этим предложением, что дал свое согласие, если какой-нибудь энергичный человек избавит меня от труда собирать рассказы. У меня не было никакого желания делать это самому. С первых дней моего существования я ощущал пустоту на том месте, где полагается быть трудолюбию. Вэбб сказал, что я пользуюсь некоторой известностью на Атлантическом побережье, но я очень хорошо знал, что эта известность не так уж велика. Да и вся-то она основывалась на рассказе «Скачущая лягушка». Когда-то Артемес Уорд проезжал по Калифорнии в 1865 или 1866 году и остановился в Сан-Франциско, где он должен был прочитать несколько лекций. Я рассказал ему анекдот о «Скачущей лягушке». И он попросил меня записать его и послать в Нью-Йорк издателю Карлтону для пополнения маленькой книжки, которую Уорд подготовил к печати и которая была несколько маловато для назначенной за нее цены. Издатель получил рассказ вовремя, но не одобрил его и не пожелал тратиться на набор. Однако он не бросил рассказ в корзинку, а подарил его Генру Клапу. А Клап решил подать его на похоронах своей газеты «Сеттердей Пресс», находившейся при последнем издыхании. «Скачущая лягушка» появилась в последнем номере этой газеты и была перепечатана газетами Америки и Англии. Она, конечно, стала широко известна и пользовалась еще известностью в то время, о котором я пишу, но я отлично осознавал, что знаменита только лягушка, но не я. Я был все еще неизвестен. Уэб взялся составить сборник моих рассказов. Проделав эту работу, он передал сборник мне, и я понес его Карлтону. Я подошел к одному из продавцов, и тот с живостью перегнулся через прилавок, осведомляясь, что мне угодно. Но узнав, что я желаю продать, а не купить книгу, он сразу охладел на 60 градусов, и я чуть не замерз около него. Я робко спросил, нельзя ли мне переговорить с мистером Карлтоном, и мне холодно ответили, что он у себя в кабинете. Тут оказалось много всяких затруднений и препятствий, но я все же перешагнул через этот барьер и попал во святая святых. Ах да, теперь припоминаю, как мне это удалось. Свидание с Карлтоном устроил мне веб, иначе я никогда не перебрался бы через барьер. Карлтон встал и сказал резко и недружелюбно. Ну-с, чем могу быть полезен? Я напомнил ему, что меня пригласили для переговоров об издании моей книги. Он начал надуваться на моих глазах. Все надувался и надувался, до тех пор, пока не приобрел размеров божества второй или третьей величины. Потом забили фонтаны красноречия, и две-три минуты я не видел его за водяной завесой. Это были слова, только слова, но они лили с таким потоком, что затмили дневной свет. Наконец он сделал внушительный жест правой рукой, обведя ею всю комнату, и сказал «Взгляните на эти полки. Все они полны книг, которые ждут издания. Вы думаете, мне нужны еще книги? Простите, мне они не нужны. Будьте здоровы!» Прошел двадцать один год, прежде чем я снова увидел Карлтона. Тогда я жил с семьей в отеле Швейцер-Гофф в Люцерне. Он явился ко мне, дружески пожал мне руку и сказал без всяких предисловий «Я, конечно, человек ничем не замечательный, но за мной числится такой поразительный поступок, что я несомненно заслуживаю бессмертия. Я отказался напечатать вашу книгу и этим поставил себя вне конкуренции, как один из первых ослов девятнадцатого столетия. Лучше нельзя было извиниться, и я ему это сказал, а еще сказал, что я долго ждал случая отомстить ему, но что такая месть для меня слаще всякой другой, и что в течение двадцати одного года я убивал его по нескольку раз в год, и каждый раз по-новому, и с каждым разом все мучительнее, но что теперь я умиротворен, счастлив и доволен, даже ликую, и что с этих пор я буду считать его истинным и верным другом, и больше не стану его убивать». Я рассказал о своей неудаче Вебу, и он мужественно ответил, что все Карлтоны в мире не помешают напечатать книгу, что он издаст ее сам и возьмет с меня только десять процентов прибыли. Так он и сделал. Он выпустил очень хорошенькую книжечку, синюю с золотом. Кажется, она у него называлась «Знаменитая скачущая лягушка округа Калаверас» и другие рассказы. Цена – один доллар двадцать пять центов. Он заказал клише, набор и переплеты в типографии и продал ее American News Company. В июне я отплыл в путешествие на пароходе Квакер-Сити. Вернулся я в ноябре и нашел в Вашингтоне письмо от Блиса из American Publishing Company в Хартфорде, в котором он мне предлагал пять процентов с книги, описывающей наши приключения или десять тысяч долларов наличными по представлению рукописи. Я посоветовался с А. Д. Ричардсоном и он сказал «Берите проценты». Я послушался и заключил договор с Блиссом. По договору я обязан был представить рукопись в июле 1868 года. Я написал книгу в Сан-Франциско и представил рукопись в срок. Блисс приготовил множество иллюстраций книги и на этом успокоился. Срок издания книги по договору давно истек, но я не получал по этому поводу никаких объяснений. Время шло, а объяснений все не было. Я уехал в лекционное турне по Америке и в среднем по тридцати раз в день должен был отвечать на вопрос «Когда же выйдет Ваша книга?» Мне надоело изобретать все новые ответы на этот вопрос, а в конце концов ужасно надоел и самый вопрос. Тот, кто его задавал, сразу становился моим смертельным врагом, и я обычно нисколько этого не скрывал. Освободившись от лекций, я сейчас же поспешил в Хартфорд узнать, в чем дело. Блис сказал, что он тут ни при чем. Он хотел бы напечатать книгу, но директоры компании – упрямые старые чудаки. Они опасаются. Они просматривали книгу, и большинство из них того мнения, что в книге имеются пассажи юмористического характера. Блис сообщил мне, что их фирма никогда не издавала книг, внушающих подобного рода опасения, что директоры опасаются, как бы такая попытка не повредила репутации издательства, и что он связан по рукам и по ногам, и не может выполнить нашего договора. Один из директоров, мистер Дрейк, или остатки того, что было когда-то мистером Дрейком, пригласил меня покататься с ним в кабриолете. И я поехал. Это было трогательное старое развалино, и то, что он говорил, было тоже трогательно. Дело было весьма щекотливое, и он довольно долго собирался с духом, прежде чем приступить к разговору, но, наконец, все-таки собрался. Он объяснил, в каком затруднении и отчаянии находится фирма, о чем я уже слышал от Блисса. Потом он уже без всяких околичностей попросил меня пожалеть его и фирму, взять обратно простаков за границей и освободить издательство от договора. Я сказал, что на это не согласен. Тем и кончились разговор и катание в кабриолете. Затем я предупредил Блисса, чтобы он брался за дело, иначе я подниму шум. Он внял предупреждение и пустил книгу в набор, а я прочел гранки. Потом опять долгое ожидание и никаких объяснений. К концу июня, кажется, 1869 года, я потерял всякое терпение и телеграфировал Блиссу, что если книга не появится в продаже через 24 часа, то я взыщу с него судом за убытки. Куда девались все помехи? Около десятка экземпляров были переплетены и появились в продаже в указанный мною срок. Потом книгу начали расхватывать. Спрос на нее все повышался и повышался. Через 10 месяцев книга оплатила все долги фирмы, тираж ее был увеличен с 25 до 200 тысяч, и она дала 70 тысяч долларов чистой прибыли. Так сказал мне Блисс. И если это была правда, то за свои 65 лет он в первый раз сказал правду. Он родился в 1804 году. 23 мая 1906 года American Publishing Company Но вернемся к Уэблу. Когда я в ноябре 1867 года вернулся из путешествия на Квакер-Сити, Уэбб сообщил мне, что скачущая лягушка принята прессой очень благосклонно и, по его мнению, раскупается довольно бойко, на что он никак не может получить отчетную ведомость от American News Company. Он сказал, что эта книга для него прямо горе, так как он печатал ее на свои личные средства, а теперь не может вернуть своих денег из-за того, что News Company увиливает и вообще ведет себя нечестно. Я искренне огорчился за Уэбба, огорчился тем, что он потерял свои деньги, оказав мне дружескую услугу, а до некоторой степени и тем, что он не может выплатить мне мою долю. Я заключил договор на простаков за границей с American Publishing Company. Потом, два-три месяца спустя, мне пришло в голову, что я нарушаю контракт. В нем был один пункт, по которому мне не разрешалось в течение года печатать мои книги в других издательствах. Разумеется, это не касалось тех книг, которые вышли из печати до заключения договора. Это известно всякому. А вот мне не было известно, ибо я не имел обыкновения знать то, что следует знать, а также не имел обыкновения спрашивать других о том, чего не знаю. По своему невежеству я решил, что нарушаю договор с Блиссом и что, как порядочный человек, я обязан навсегда изъять скачущую лягушку из печати. С этой просьбой я и обратился к Вебу. Он был согласен сделать, по-моему, на следующих условиях. Первое. Если я уступлю ему ту долю прибыли, которая причиталась мне. Второе. Если я уступлю ему безвозмездно все экземпляры скачущей лягушки, какие остаются на руках Ньюс Компани, переплетенные и непереплетенные. Третье. Если я вручу ему 800 долларов наличными, а кроме того, он сам присмотрит за тем, чтобы матрицы были разбиты, и за эту услугу получит их стоимость, как за типографский лом. Металлический лом стоил 10 центов фунт, а всего там набралось около 40 фунтов. Судя по этим деталям, Веб был не лишен коммерческих способностей. После этого Веб надолго ускользнул из поля моего зрения. Тем временем, случай столкнул меня с директором Американ Ньюс Компани, и я спросил его, чем кончились нелады Веба с издательством. Он ответил, что в первый раз слышит о каких-то неладах. Тогда я объяснил ему, что Веб ни разу не мог ничего получить с издательства. Он сказал, что компания в положенное время аккуратно посылала Вебу отчеты с приложением соответствующего чека. Он пригласил меня в контору, и из книги ведомостей я убедился, что он говорил правду. Веб с самого начала регулярно получал свою и мою долю и клал деньги в карман. К тому времени, когда мы с Вебом произвели расчет, он был мне должен шестьсот долларов. Переплетенные и непереплетенные экземпляры скачущей лягушки, которые тогда перешли к нему от меня в наследство, были впоследствии проданы, и деньги эти он тоже положил себе в карман. В эту сумму входили и остальные шестьсот долларов, которые причитались мне по условию. Короче говоря, теперь я был писатель. И писатель не совсем безвестный. Писатель, который выпустил в свет книгу и не разбогател от этого. Я был писатель, которому первая книга стоила тысячу двести долларов неполученных процентов, восемьсот долларов кровных денег и три доллара шестьдесят центов за разбитые матрицы, проданные на вес. С этой минуты я решил, что Веб больше издавать моих книг не будет, разве только если мне удастся выпросить денег взаймы на такую дорогую прихоть. После напечатания простаков за границей я приобрел, хотя и не сразу, некоторую известность. И Веб имел возможность уведомить публику сначала, что это он меня открыл, а потом, что это он меня создал. Было единогласно решено, что я представляю собой весьма ценное приобретение для американского народа и литературы, и что за это приобретение народ и литература должны питать к Вебу глубочайшую признательность. Мало-помалу, Веб и его высокие заслуги были забыты. Тогда на сцену выступил Близ и American Publishing Company и установили непреложный факт, что это они меня открыли, потом, что это они меня создали, и, следовательно, опять нужно было выражать благодарность. С течением времени нашлись и еще претенденты на эту важную заслугу. Они появлялись то в Калифорнии, то в Неваде, то в других местах, так что я, наконец, должен был убедиться, что меня открывали и создавали такое множество раз, как ни одно другое творение рук Божих. Веб верил в то, что он литератор. Быть может, ему удалось бы заразить этим суеверием весь мир, если бы он сам не испортил дело тем, что напечатал свои произведения. Они его выдали с головой. Проза была у него умилительно младенческая, стихи немногим лучше, однако он продолжал жевать эту жвачку, пока не умер от умственного переутомления два года тому назад. Человек он был пустой, а по натуре и воспитанию мошенник. Как лжец, он был еще туда-сюда и врал не без успеха, но и тут не выдвинулся, потому что был современником Элиша Блиса, а когда дело доходило до вранья, Блис мог затмить и стереть с лица земли целый континент вебов. Около 1872 года я написал еще одну книгу на легке. С простаков я получал пять процентов прибыли, что равнялось 22 центам за каждый экземпляр. Теперь я получил несколько предложений от солидных фирм. Одна предлагала 15 процентов, другая отдавала мне всю прибыль и довольствовалась популярностью, которую ей должна была принести моя книжка. Я послал за Блиссом, и он приехал в Элмайеру. Если б тогда я смыслил в издательском деле столько, сколько смыслю теперь, я потребовал бы с него 75 или даже 80 процентов чистой прибыли, и это было бы только справедливо. Но я решительно ничего не понимал в этом деле, а спросить у кого-нибудь поленился. Я сказал Блиссу, что не желаю расставаться с его фирмой и что каких-нибудь особенных условий мне не нужно. Я сказал, что, по-моему, мне следовало бы получать половину чистой прибыли, и Блисс с энтузиазмом ответил, что я совершенно прав, совершенно прав. Он вернулся к себе в гостиницу, составил там договор и на другой день привез его ко мне на дом. В нем я наткнулся на сюрприз. Там было сказано не половина прибыли, а 7,5 процентов цены каждого проданного экземпляра. Я попросил его объяснить, в чем дело. Я сказал, что мы договаривались не так. Он ответил, да, не так. Но он изменил редакцию и поставил 7,5 процентов, чтобы упростить дело. 7,5 процентов с экземпляра и составит ровно половину прибыли. Впрочем, если будет продано больше 100 тысяч экземпляров, то доля издательства будет чуть-чуть больше моей. У меня оставались некоторые сомнения и подозрения, и я спросил, может ли он в этом поклясться. Он моментально поднял руку и поклялся, повторив слово в слово все то, что он только что сказал. Только через 9 или 10 лет я догадался, что клятва это была ложная и что 7,5 процентов не составляли и четверти всей прибыли. За это время Блис издал несколько моих книг и, разумеется, на каждый из них меня щедро обсчитывал. В 1879 году я вернулся из Европы с готовой для печати книгой «Пешком по Европе». Я пригласил Блиса, и он явился ко мне на дом для переговоров об этой книге. Я сказал, что недоволен условиями, что не могу поверить, будто бы 7,5 процентов с экземпляра составят половину прибыли, и что на этот раз он должен написать в договоре половина прибыли. Не упоминая ни о каких процентах с экземпляра, иначе я отнесу книгу в другое издательство. Он сказал, что совершенно со мной согласен, что так и следует, что это только справедливо, и что если его директоры не согласятся и будут против, он сам уйдет из издательства и напечатает книгу на свои средства. Все это было очень мило, но я знал, что он хозяин в издательстве, и что там примут всякий договор, на котором стоит его подпись. Договор лежал на бильярде, скрепленный его подписью. С тех пор, как были изданы простаки за границей, он на своих директорах просто верхом ездил и не раз говорил мне, что заставляет их делать так, как он хочет, угрожая им, что уйдет из издательства и я уйду вместе с ним. Не понимаю, как это взрослый человек может быть таким простодушным и наивным, как я в то время. Должно же было мне прийти в голову, что если человек говорит подобные вещи, то или он сам дурак, или меня считает за дурака. Да я и был дураком. И потому даже самые простые элементарные истины были мне недоступны. Я заметил ему, что едва ли компания будет возражать против договора, который уже подписан им. Тогда он, улыбнувшись своей беззубой улыбкой, указал мне на одну подробность, которую я упустил из виду, что это договор с мистером Блисом, частным лицом, и American Publishing Company ни в нём не упоминается. Впоследствии он говорил мне, что показал договор директорам и заявил, что передаст его компании за четверть прибыли с книги, при условии, что ему и его сыну Фрэнку повысят жалование. Но если эти условия неприемлемы, он уйдёт из компании и напечатает книгу сам. Тогда директоры согласились на его требования и утвердили договор. Всё это я слышал от самого Блиса, чем неопровержимо доказывается, что всё это враки. За полтора месяца до выхода книги из печати Блис в первый раз в жизни сказал правду, чтобы посмотреть, что из этого получится, но не вынес этого и умер. Через три месяца после того, как книга вышла в свет, состоялось общее собрание акционеров компании, на котором присутствовал и я, как участник в прибылях. Собирались в доме моего соседа, Ньютона Кейза, который был директором компании с самого её основания. Прочитали отчёт о деятельности компании, и для меня он явился откровением. Было продано 64 тысячи экземпляров книги, и моя половина прибыли составляла 32 тысячи долларов. В 1872 году Блис высчитал, что 7,5% с экземпляра, то есть около 22 центов, составляют именно половину прибыли, тогда как в то время это была не половина, а что-то около 1,6. Теперь времена были далеко не так хороши, но и то половина прибыли составляла 50 центов с экземпляра. Итак, Блис умер, и я не мог разделаться с ним за десятилетний обман. Теперь вот уже 25 лет, как он умер, моя злоба поблекла и испарилась. Я чувствую к нему только сострадание, и если бы можно было, послал бы ему в подарок веер. Когда Баланс разоблачил передо мной все подлости, которые я терпел от American Publishing Company, я встал и сделал внушение Ньютону Кейзу и остальным заговорщикам, то бишь остальным директорам. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры